добрый день коллеги экспедиция retail продолжает свою работу и сегодня мы работаем в городе нижний новгород и сегодня мы будем смотреть магазин ашан один из крупных гипермаркетов здесь на волге и поговорим с директором гипермаркета олегом рузановым олег здравствуйте добрый на поле вы знаете конечно вы в основном видите как я снимаю региональные проекты но не менее важно смотреть как федеральные игроки работают городах и чем явно отличается проект в москве и проект например нити новгороде об этом и не только а также об обычной операционной жизни директор директора мы постараемся поговорить сегодня в нашем интервью и немножко заглянем за кулисья магазинов как они обычно работают то что обычно покупатели конечно не видят олег как давно открылся этот магазин и и немножечко на старте о том что за магазин мы будем сегодня сматься смотреть этот магазин открылся 23 июля 2012 года это второй магазин в нижнем новгороде первый магазин был открыт в 2006 году в нижегородской области и это был первый региональный магазин ашан после открытий в москве и московской области 23 июля то есть сейчас вы празднуете этом очередной этом году сюда на этой неделе нашему магазину исполняется 11 лет и мы будем вместе с клиентами с сотрудниками отмечать это важное для нас мероприятие важную дату как давно вы сами работаете в сети ашан расскажите о своем таком творческом пути директора как вы пришли в директорат да я пришел в компанию в 2005 году осенью в этом году 18 лет будет как я в компании я пришел на позицию менеджер направления занимался техническими товарами это был как раз первый магазин региональный до этого я стажировался в москве в одном из крупнейших наших гипермаркетов и здесь занимаясь сначала техническими товарами потом расширяя свою зону ответственности в непродовольственной части я развивался я стал руководителем сектора прошел стажировку еще раз в москве и вернулся обратно и потом открывал этот магазин а уже в роли руководителя дальше мое развитие не остановилась в компании да и компания сделала мне для меня уникальное предложение от которые не смог отказаться это программа развития директоров во франции и я уехал во францию на полгода работал в одном из старых магазинов водили мясо это был бесценный опыт я проникся культурой компании еще больше вернувшись обратно в россию я работал еще в нескольких магазинах ашан и в нижнем новгороде и в различных регионах нашей страны и затем меня номинировали директором и я открывал магазин в сибири вот хорошо так покатались да 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 то есть такой хороший паркур в компании и вернувшись обратно в конце девятнадцатого года я снова принял свой любимый магазин и вот на протяжении уже почти четырех лет мы с командой стараемся сделать этот магазин не только лучшим в сети но и стремимся занять самые лидерские позиции в ритейле что касаемо технических моментов от того магазина в котором мы находимся все-таки квадратные метры количество sky на полке какие-то вот ключевые особенности для того чтобы нашим зрителям было чуть чуть больше понятно том о чем все-таки видим своими глазами они только могут через нас увидеть наш магазин не маленький торговая площадь 10700 квадратных метров у нас в ассортименте более 60000 sky у из которых 6000 товаров это собственные торговые марки традиционно наш магазин наш большой гипермаркет поделен на сектора есть непродовольственный сектор есть товары широкого потребления свежие продукты выкладка свежие продукты производства клиентов у нас достаточно много она варьируется количество да то есть будет не этот одна цифра выходные побольше а когда проходят какие-то мероприятия в городе или рядом с нами это количество совершенно отличается от обычного с точки зрения места расположения надо сказать что торговый центр в котором находится ашан он располагается как бы на берегу волги рядом с некоторых пор стадион крупнейший как это все повлияло на тот трафик на того покупателя который в котором вы обладаете да то есть мы соответственно притягиваете к себе и как вам пришлось поменяться с течением времени все-таки 11 лет уже не маленький срок с того момента как вы начинали и вот сейчас чуть-чуть об этом как вам как директору приходится для различные наблюдения делать 11 лет назад это был один из обычных рядовых районов из 8 районов нижнего новгорода здесь не было такого что-то необычного кроме волги и каких-то достопримечательностей которые цены для нашего города но потом за прошедшие 11 лет постепенно начали появляться моменты которые конечно же привлекают к нам не только покупатели но и туристов в 2018 году к чемпионату мира по футболу был построен и открыт стадион открыта станция метро стрелка была обустроена набережная реки волга сейчас строится ледовая арена рядом со стадионом и вокруг нас современный жилой комплекс несомненно все эти объекты объекты они привлекают к нам и туристов и спортсменов и у нас стало больше покупателей поэтому мы реагируем мы готовимся к мероприятиям на стадионах мы готовим наш магазин мы больше погружаемся в детали и например мы начали предлагать больше локальных нижегородских производителей в том числе сувенирной продукции что касаемо времени работы я видела что у вас 7 утра и до 0050 почему 0050 и почему вроде как для меня привычная история там до 23 часов по моему рабочий день гипермаркеты не было чаще это был ответ на потребности покупателей прежде всего магазин классически работал с 8 до 10 мы понимали что есть покупатели которые готовы покупать совершать покупки рано утром также есть покупатели которые работают вечером допоздна и как правило после 10 уже все основные магазины в городе закрыты наши двери всегда открыты для покупателя вот до позднего вечера я бы сказал даже до ночи и к этому мы пришли не сразу мы постепенно изменяли график магазина режим работы сначала мы открылись начали работать семи потом продлили режим работы магазина до 11 и потом стали работать почти до часу есть небольшой технический перерыв после 0050 и это связано вот с этими техническими процессами вот более того я хочу сказать что в декабре и январские праздники наш магазин работает круглосуточно и все это сделано конечно же насколько приходится серьезно перестраивать процессы вам для того чтобы обеспечить вот так ведь одно дело до 11 работать на мир персонал другое дело когда мы работаем до часу вот эти два часа не живет кардинально меняет ту историю которую нужно сопроводить персонала как это у нас устроили на самом деле живет и работает и ночь у нас не отключается оборудование продолжается выткал выкладка товара самое сложное что в этом было это нам с сотрудниками привыкнуть к тому что после десяти в магазине при работе с товаром продолжают находиться покупатели нужно выглядеть соответствующее нужно поменьше различного творческого бардака да и в остальном в остальном было все просто это я знаю что ночью в ритейле зачастую музыка совершенно другая звучит в магазинах как-то меняется нет у нас внутреннее радио информирование покупателей на различных акциях в остальном я здесь больше конечно же шучу и это как раз знаете когда вдруг оказываешься в неурочное время для когда покупателей нет и на выкладке ребята просто включает какой-нибудь там очень громкую музыку или то что они любят и соответственно это вот вопрос о некоторых безобразиях да конечно когда магазин не работал ночью конечно и такое было но все-таки мы старались соблюдать корпоративную культуру у нас было внутреннее радио и это было сделано для того чтобы сотрудники ночью чувствовали себя тоже бодро да и поддерживали темп выкладки товара и всех остальных процессов ну да все-таки ночью надо понимать что всегда но люди привыкли работать ночью те кто работает ночью они знали и знают что это их режим работы режим жизни и для них это уже привычно это уже норма давайте чуть-чуть буквально вот поговорим о том как начинается ваш конкретно рабочий день и рабочий день там не знаю вашего классического сотрудника который работает например там вот ну вот сегодня пятница время 11 во сколько вы уже пришли на работу обычно мы вместе сотрудниками приходим в 630 уже начинаем свой рабочий день так до сотрудники приезжают на служебном транспорте те у кого нет личного транспорта поднимаются наверх переодеваются кто приходит раньше успевает выпить чашечку кофе и потом мы отправляемся в торговый зал менеджеры также приходит в это же время успевает быстренько почитать рабочую почту задания которые они оставляли проконтролировать и мы спускаемся в зал начинаем свой паркур обход на момент готовность паркур для нас это паркур до паркур другими словами это обход магазина по чек-листу этот чек-лист уже у нас в голове на соблюдение базовых правил норм компания да для нас прежде всего это конечно же чистота это наличие цен это заполненный магазин это много можно много пунктов да и вот мы утром посвящаем время для того чтобы магазин открытию был готов а вот прошли обход вот сейчас мы находимся время 11 часов вашем офисе я практически не вижу людей что для меня немножко удивлением является вроде большой магазин сколько сейчас человек работает магазин магазине работает 230 человек из них 205 это сотрудники и 25 это управленческий состав как ты отметила сегодня пятница соответственно пятница для нас самый коммерческий день да это подготовка к выходным и конечно же до 80 процентов времени выходные мы проводим торговом зале что конкретно делают сотрудники офиса там на магазине ну что может интересовать зрителей с точки зрения там обычных процессов которые точно дал лежат именно на них они работают также как сотрудники то есть по сути для нас нет большой разницы когда мы выкладываем товар да то есть единственное то что менеджер конечно это человек с большим глобальным видением он управленец он одновременно занимаясь выкладкой еще и оценивает готовность своего отдела у нас каждый день есть дежурный директор это эту должность может носить любой менеджер да и он как раз и отвечает за открытие магазина вот собственно мы занимаемся выкладкой занимаемся контролем базовых правил как я сказал и встречаем клиентов конечно ваш магазин которому являетесь директором это один из магазинов большой сети есть определенные правила есть какие-то полностью одинаковые вещи которые мы должны четко из магазина магазин увидеть что конкретно вы как директор имеете право делать в без великого согласования там с руководством из москвы и на что именно вы влияете в этом магазине компания научила меня принимать решение и у нас много централизованных процессов которые мы соблюдаем у нас есть правило как у всех нормы рамки культура мы не выходим за границы этих рамок но при этом я коммерсант и я ощущаю себя как для меня ашан это часть я отношусь к этому как бизнес как своему бизнесу да и исходя из этого я могу принять любое решение иногда не популярны не в стандартных ситуациях но при этом как я уже озвучил придерживаясь правил которые есть компании весь можно качестве примера ну например вот не знаю там с поставщиком какой-то вот любой какой-то вариант чтобы проиллюстрировать некие границы ваших решений у нас много централизованных решений да но при этом при этом любой директор он руководитель он не просто исполнитель он руководитель который должен и обязан уметь принимать решение поэтому если говорить о поставщиках конечно я не занимаюсь закупками например да но если ко мне приходит поставщик и говорит то что я бы хотел быть представлен вашан да это в моих интересах я понимаю что это может принести компании дополнительные плюсы и естественно я беру контакты я начинаю коммуницировать и передаю эти контакты и свои пожелания хотел бы я видеть этот товар на полках нашего магазина и в целом в сети нашим категорийным менеджером и руководителем по закупкам то есть вот в этом плане ну тут конечно это не решение да но это конкретное действие если возвращаться к решениям все что не происходит в магазине в любом случае это ответственность директора да то есть если произойдет какой-то форс-мажор принимает решение руководитель если есть спорная ситуация в магазине с партнерами либо с клиентами мы также решаем это самостоятельно поэтому нет в этом никаких ограничений коммуникативная нагрузка коммуникативная конечно да учитывая что я считаю что коммуникация это залог успеха нужно слушать как клиентов так и сотрудников поэтому именно в коммуникациях решаются в основном все вопросы сейчас мы поговорили про ваше решение которое в магазине если мы говорим касаемо сотрудников что конкретно ваша задача собирать сделать это еще более серьезно корпоративную культуру что касается сотрудников это как раз тот пример когда здесь решение по сути конкретном магазине принимает руководитель директор да и учитывая что наши сотрудники это самая большая ценность для нашей компании то мы конечно проявляем о них заботу мы понимаем что на работе проводим достаточно много времени и стремимся к тому чтобы условия в которых мы работаем были максимально комфортными да иногда даже приближены к домашним то есть вот в нашем магазине уютный офис мы его обустраиваем мы делаем так чтобы можно было найти место и поработать и отдохнуть это некий коворкинг да то есть сочетание рабочих мест и мест где можно немного расслабиться да поговорить на свободные темы обсудить что-то также у нас много помещений которые способствуют отдыху в перерывах иногда даже до работы или после к примеру приведу спортзал на то есть мы этот подарок сделали сотрудникам на юбилей на десятилетие магазина и в спортзале можно поиграть в теннис можно побегать на беговой дорожке можно побить грушу вот подтянуться на турнике вот так же у нас очень комфортно и большая столовая где можно перекусить с нашим шикарным буфетом есть комната отдыха где можно немного вздремнуть набраться сил вот и сегодня учитывая что мы отмечаем очередную дату нашего дня рождения мы подготовили для наших сотрудников новый сюрприз да это тоже элемент внимания он дополняет нашу комнату отдыха и это будет называться комната релаксирования красота но понятное дело что когда действительно много времени проводишь на работе и возможность переключиться это одна из задач которая повышает работоспособность людей и конечно я всегда только приветствую такие вот возможности когда это могу показать и может быть вдохновить кого-то еще на такого рода удобства и также я понимаю что для того чтобы вот эту работоспособность держать все время кругом подсказки как действовать ваши правила вроде как насколько на ваш взгляд вот все что развешиваем вас по стенам у вас много чего разрешены на стенах действительно помогает ну вот ваших проблемческих задач во первых это информирование во вторых это напоминание до для сотрудников которые работают уже достаточно длительное время эти стенды уже они как найти носит такой характер неосознанного уже мышление да когда ты идешь и ты вроде бы понимаешь что что-то висит какая-то информация но ты даже не глядя на этот стенд уже понимаешь что то то есть это как-то точно забыл да точно забыл да то есть простой пример то есть вот когда мы учимся ездить на машине до сдаем на права мы особенно с ручной коробка передач да то есть мы думаем как на включить первую передачу как вторую а что происходит через два-три года мы даже не осознаем что мы делаем эти движения да то есть это происходит уже неосознанно здесь то же самое а возвращаясь к тем для кого это в первую очередь нужно да это для сотрудников которые только пришли для новых сотрудников сотрудники которые работают временно у нас есть и подрядной организации до которые помогают нам нашей работе и конечно для них после того как они прошли обучение тестирование да мы понимаем что для того чтобы выработался рефлекс до чтобы человеку человека это стало привычкой нужны напоминания и если ты забыл действительно ты идешь и погружаться вот такие детали мне нравится понимать что я гуляя по внутренним помещениям магазина начинаю видеть какие-то такие словечки которые вот они к вам относятся на смысле о том что я знаю что у ваша на там хозяйка касс внутренний слон да какие необычные слова на разгон может быть для вас уже необычная но вот на них реагируют другие по-другому можете немножко на самом деле хозяйка касс это у нас уже теперь наверно скорее внутреннее название из прошлого сейчас это сотрудник клиентского сервиса а такие наши наш сленг он такой простой да но необычные для других это референции это скаю имплантация это правило выкладки например гондола это стеллаж транзитную зона это там где существует сохранение товара у вас эти операции этого операции это сезонная акция да совершенно верно видишь ты уже знаешь ну это знаете когда я столько времени гуляю по магазинам то конечно таких слов все больше и больше запоминается и я-то это слышу как новое для меня да и действительно не во всех магазинах есть и тем интереснее понимать насколько разный разговор а кстати а вот у вас вот магазин вот это у него номер или у него название и номер название номер 38 название мещерское озеро и мещерское озеро это используется для покупателей тоже есть еще одно кодовое название то седьмое небо ну тоже как торговый центр до клиента называют по-разному нам приятно когда называют мещерское озеро а почему мещерское озеро потому что так называется район в котором мы находимся а ну то есть как бы то есть привязка к такому все здесь тоже надо сказать что вот такие вот мелочи когда нейминг для магазинов придумывается в зависимости ну вот просто какая традиция исторически так сложилось интересно посмотреть какие еще названия может вам коллеги подскажут им это может еще здесь где-нибудь напишем как еще могут называться а кстати а первый как назывался первый магазин в нижнем новгороде ашан мега нижний новгород и ведь больше никаких там не по-району же просто мега нижний ашан федякова федякова это он же да потому что рядом находится этот населенный пункт а понятно ну вот игры все вроде здесь привязки ваш антон фантастика что касаемо ну давайте уже просто опять по бизнесу немного вы уже упомянули что акцент на туристов на туристический трафик вы пытаетесь делать и проявлять его буквально несколько элементов ассортимент как еще что-то и что-то делается для того чтобы все-таки турист почувствовал что про него помнят да локальный ассортимент то что на чем мы работаем это наш приоритет и зона развития сейчас у нас уже тысяча скаю локального ассортимента среди которых разные товарные группы это и бакалея ну как правило товар широкое употребление то и любимые молочные продукты мясные колбасные изделия конечно же сувениры сувениры которые можно когда туристы это прежде всего люди которые хотят сохранить память до тех местах где они были и у нас есть символика нижнего новгорода когда город праздновала 800-летие было очень много гостей и мы делали нас целую серию посвященную 800-летию и это было текстиль это были непродовольственные товары кружки например до магниты календарь и брелоки ну классический ассортимент как раз уже сложно и это все пользовалось огромной популярностью что касаемо локального ассортимента 1000 наименований скаю это столько сколько уже сейчас есть есть ли у вас как раз примеры того что вы как местный житель явно повлияли на то что какой-то товар нашли и реально ввели на полку то есть вот ну в качестве опять же вот проактивные истории были ли такие истории но это как раз универной продукции потому что в отличие от больших городов москвы санкт-петербурга да где это было всегда да и во многих магазинах и сетях нижний новгород раньше не пользовался особой такой скажем популярностью туристов как туристический город но в последнее время ситуация кардинально изменилась и да мы повлияли мы сделали запрос нашему офису закупок мы отправили варианты сделали мониторинг то что есть сейчас на рынке сравнили с тем ассортиментом который есть например в санкт-петербурге и попросили найти нам поставщиков этой продукции сейчас хватает сказать хватает наверное будет не совсем правильно потому что я считаю что это зона бесконечного развития да потому что ситуация меняется например если какой-то объект новый построиться упомянутый мой но и выше например ледовая арена мы конечно же захотим показать это клиентам на какой-то эмблематике и будем делать запрос соответственно в центральный офис именно с этой продукции олег когда мы говорим о работе с представщиками и данном случае мы только что обсуждали тему того как работать с региональным ассортиментом насколько вам как директору где вы уже на операционном уровне работы с поставщиками но есть разница работы там с федеральными или региональными или там крупные не крупными поставщиками какие коллаборации видите и можете ли вы их как-то иницией инициировать или там предлагать вот в этот момент вашу роль и ваши задачи расскажите пожалуйста для меня на самом деле как для директора крупного магазина я большой разницы принципах работы с поставщиками для меня и не существует потому что во первых нам рассказывает о том что хочет видеть на полках клиент да а остальными процессами заведения поставщиков да и продукции занимается занимается мои коллеги в офисе но конечно же интереснее интереснее работать увлекательнее наверное даже я бы сказал потому что все-таки на это влияет как раз клиент с локальными поставщиками да потому что они просят они знают свой любимый продукт они хотят видеть его на полках и сейчас у нас уже 67 производителей нижегородских которые представлены в 84 категориях и на самом деле на базе нашего магазина очень часто проходят закупочные сессии и вот 17 мая мы встречали у нас гостей до наших будущих поставщиков действующих производителей и это было порядка 30 партнеров из которых уже 20 взяты в работу 8 уже будут внедрены ближайшее время на полки нашего магазина тоже быстро это очень быстро поэтому я ценю работу наших закупщиков коллег из центрального офиса потому что действительно это иногда очень сложный путь до так как поставщикам нужно заполнить анкеты до пройти иногда аудит если мы говорим продовольственной группе на представить образцы пройти еще несколько там формальных процессов да это все занимает время и действительно скорость работы на она потрясающая говоря о этом этом мероприятии как она проходит если углубляться в детали да мы приглашаем посмотреть магазин мы поднимаемся в наш большой офис мы знакомимся рассказываем про компанию про условия каким образом начать сотрудничать с нами потом мы самая приятная часть это дегустация возможных новинок на которые привозят поставщики и производители и потом как раз вот начинаются переговорные сессии насчет коллаборации это интересная тема да это тема для развития и у нас есть поставщик с которым мы как раз делаем сувенированную продукцию и да вот интересно пойти дальше предлагать не только магниты с изображением нижнего новгорода и других исторических мест до нашего города ну и подумать как было бы интересно клиенту покупать эти товары или получать в подарок когда проходят какие-то важные мероприятия будь то день города день рождения магазина день рождения компания это интересная интересная тема для развития мы обязательно в этом направлении поработать здесь я хочу сказать как раз уже обратиться к поставщикам все-таки те 20 с лишним лет развития российского ритейла возможно кого-то превратили ну некую сдерживающую историю что лучше лишний раз ничего не предлагает или еще что мне кажется что некоторые такие вещи уже нужно выкидывать из нашей практики а именно быть проактивными и пользоваться теми возможностей которые есть у сетей и есть у активных директоров я приотлично понимаю что все равно есть такой момент как личностный момент на личные качества тех или иных людей и все-таки чем более комплексные вещи вы предлагаете директорам тем легче вам принимать решение о том что взять или не взять эту активность работу очень много ограничений есть у коллег для того чтобы что-то было введено в работу с точки зрения маркетинга но еще раз комплексный подход всегда работает плюс и для вас и для вашего продукта и в первую очередь для покупателя который будет покупать вот такой немножко момент без которого нельзя представить наше интервью и данью да об этом тоже нужно говорить еще немножко олег про то как вы формируете вот этот особый сервисный подход к вашему покупателю здесь в магазинах вот ваш взгляд директора и те сервисные моменты которых теперь уже сложно представить без которых уже сложно представить ваш магазин дело в отношении на самом деле потому что клиент его же нужно воспринимать как не просто потребителя люди сейчас приходят магазины все чаще для того чтобы не просто совершить покупку потратить деньги а для того чтобы получить эмоции получить новый покупательский опыт да и конечно мы не должны оставить без внимания то что в каких в какой обстановке это происходит это и оформление магазина это звуковое сопровождение это комфорт покупателя его безопасность да и в нашем магазине например мы у нас было много грузовых стеллажей до высокие такие на которых хранились товарные запасы и мы избавляемся от них да потому что клиент уже находясь в галерее он должен видеть магазин они стеллажи и тоже современными конечно современные ритейлы и низкие зоны они дают возможность обзора всего магазина находясь в любой точке ты можешь понимать и ориентироваться да это такая навигация которая не требует погружения в какие-то там схемы вот если говорить про комфорт еще возвращаясь и хорошие практики не считая уже того что мы с вами обсудили относительно режима работы например да мы заботимся о клиенте в плане того что например вот не в каждом магазине наверное есть скамейки лавочки до магазин там большой и совершая покупки особенно ты впервые если ты впервые в магазине ты можешь что-то что-то забыть вернуться обратно и таким образом наматываешь километры и люди же они разные приходят да и есть люди в возрасте которым иногда хочется присесть и отдохнуть и это был запрос покупателей мы действительно услышали и если раньше у нас было там две-три лавочки две-три скамейки даже они лавочки сейчас мы уже поставили достаточно большое количество и они редко бывают пустыми вот это забота клиент присел посмотрел сверился со списком покупок да позвонил подождал кого-то если говорить про допустим книги мы сделали возможность чтобы в отделе книги можно было бы присесть и почитать ознакомиться перед покупкой также в отделе книги кстати мы разместили небольшую стойку с очками для того чтобы можно было приобрести очки да потому что это некое напоминание заботы о клиенте есть еще один такой приятный момент наверное тоже редко встречающийся когда на улице жарко бывает выше 30 градусов в свежих продуктах когда заходишь там 18 градусов до бодрит контраст да и на таком контрасте особенно девушкам до становится прохладно до мурашек да и мы позаботились мы предоставили возможность воспользоваться пледами которые расположены на входе и потом клиент его после оплаты возвращает таким образом проявляем заботу сервисы о клиенте таких мелочей на самом деле их много телефоны чтобы обратиться к сотрудникам лупы чтобы посмотреть мелкий текст на товаре в таких деталях и кроется успех коммерции олег тема промо акции вот промо игла когда которая существует уже у многих сетей многие годы это ну скажем такая вещь которую сложно слезть долгое время как вы сейчас видите много ли желтых ценников по всему вашему магазину как часто приходится заменять вообще насколько изменилась эта ситуация насколько больше реагирует или не реагирует на это ваш покупатель клиенты всегда смотрели на цены смотрели смотрят будут смотреть это важно конечно потому что люди у людей появился появились инструменты для мониторинга да не выходя из дома есть масса приложений поэтому в этом плане здесь каждый конкурент работает со своими промо акциями они редко пересекаются да потому что мы понимаем что это бизнес но здесь я хочу сказать о том что вот у нас есть уникальная программа лояльности она молодая и всего два года но она честная у нас есть кэшбэк до 70 процентов это реальный кэшбэк и возвращаются баллы да то есть бонусы 1 рубль равен 1 балла и конечно это вот наше отличие а то есть отличие от других конкурентов которые тоже предлагают программы дисконтные какие-то до программы лояльности а соответственно с помощью именно программы лояльности вы сейчас немножко переориентируйте людей и соответственно отвлекаете таким образом но вот задач только ж на желтые ценники смотреть не совсем так программа лояльности она дополняет до промо активность а промо акция не как были так и есть Что касаемо онлайн-канала, что касаемо приложений, которые вы создаете для покупателей, вот эту часть, уже становишься традиционной умниканальности, как вы поддерживаете, как это проявляется именно у вас? Ну, онлайн-продажи растут как на рынке, так и в нашей сети, и в нашем магазине. Мы начинали продажи онлайн. Зона охвата была тогда в то время, когда мы начали в районе 20-25 километров зоны доставки. Сейчас мы уже доставляем в область, в удаленные районы, и радиус охвата составляет 70 километров. И это важно, потому что покупатели, особенно сейчас в летние периоды, они многие перебираются на дачи, они редко посещают город, но при этом хотят продолжать делать покупки в своем любимом магазине. И как раз это нас и двигало для того, чтобы расширить эту зону. А в сравнении, ну, вы все-таки знаете коллег, которые в Москве, сейчас вы в Ниженогороде, есть ли какое-то прямое сравнение, насколько там популярна услуга доставки в Москве, и насколько там ниже, выше в Ниженогороде? В нашем магазине, в конкретном, да, вот, в котором мы сейчас находимся, доля равна средней по компании. Что касаемо, вообще доставка у вас сейчас устроена посредством оператора? Да, партнеры, у нас есть партнеры, которые помогают нам работать в направлении онлайн. Вот это наша офлайн-площадка, да, большая, является для них некой витриной, да, то есть они занимаются сбором покупок, заказов непосредственно в открытом магазине, не мешая при этом покупателям, и, собственно, потом доставляя эти покупки уже, используя услугу доставки, но также у нас есть услуга самовывоза. То есть иногда есть районы удаленные, до которых мы еще не добрались, допустим, либо покупатель хочет совместить, да, то есть такой, скажем, фиджетовый формат, да, то есть он хочет посмотреть что-то и понимает, что это он не готов, допустим, заказывать, да, но в это же время он знает, на что он точно не хочет тратить время, и это он готов там, сэкономив время, просто приехать и забрать. Поэтому у нас есть такая возможность, покупатель делает заказ в приложении, либо на сайте, и, находясь уже в магазине, он нажимает в приложении кнопку «Я здесь», «Забрать заказ», и в минуты ему, в считанные минуты, ему заказ отдают. А что касаемо вот таких внедрений технологий, когда что-то явно новое происходит в магазине, вот сейчас, например, есть ли какая-то новая технология, которую вы там внедряете, и вот как обычно процесс устроен, то есть вы сами просчитываете какие-то операционные вещи, или все-таки вам отдают это центральный офис? Ну, конечно, сейчас мы понимаем, что технологии двигаются вперед, да, и всем известно, это тема на слуху, искусственный интеллект, роботизация, да, и наша компания тоже не исключение, на самом деле, у нас мы уже достаточно давно перешли на автоматические заказы, используя систему больших данных, да, то есть тут уже вмешательство сотрудников, оно минимальное, да, то есть система самостоятельно считает, основываясь на истории продаж и прочих индикаторах, сколько нужно заказать товара. Но при этом сотрудники периодически тоже могут вмешиваться в это, потому что не все факторы можно учесть. Или вот, например, приведу такой пример, то, что у нас есть система, современная система видеонаблюдения интеллектуальная, да, и она призвана для того, чтобы и наши сотрудники, и наши клиенты чувствовали себя безопасно. У нас есть кассы, современные кассы самообслуживания, да, то есть это кассы, на которых нет весов, на которых нет оплаты наличными, да, то есть бедномичный расчет. Это удобно, отсутствуют раздражители, и уже более 50% выбирают этот способ и эту точку оплаты. Людей, которые принимают решения, в сети всегда много. Вот вам, как человеку, который, ну, там, 18 лет работает в компании, все-таки у вас есть там определенный взгляд, определенные там привычки, может быть, да, иногда там центрального офиса, ну, просто, ну, нельзя эту тему не затронуть, иногда там центрального офиса прилетает какая-то задача, которая, ну, вот, на ваш взгляд, в вашем регионе, вот, в вашем городе, в вашем магазине, ну, не будет это эффективно и все прочее. Вот все-таки, как устроена в данном случае у вас история, что вам приходится все-таки, ну, центр сказал, делаю, или все-таки есть возможность отстоять свою точку зрения? Я бы так сказал, что есть такое качество, да, гибкость называется, вот, и в этом плане нужно быть гибкими, да, и мы такими являемся, то есть мы готовы подстроиться под любую ситуацию. Что касается, допустим, управления, да, я считаю, что у нас все-таки превалирует демократичный стиль, да, и, ну, иногда, и бывают, и они есть, и это абсолютно нормально, централизованные решения, приказы, и, конечно, мы действуем согласно распоряжениям, да, да, если потом в процессе мы видим, что что-то удается, ну, не удается, да, или является неким тормозящим бизнес-фактором, то мы начинаем это обсуждать, мы даем обратную связь. То есть в этом плане в нашей компании, я считаю, очень просто, мы слышим, нас слышат, да, мы доносим до наших сотрудников, самое главное ведь донести цель, для чего это делается, а когда нам ставят задачу, наше руководство всегда говорит, для чего это, потому что не зная цели, ты не сможешь качественно это выполнить. Еще такой момент, не скучно ли столько лет в бизнесе работать? 18 лет – это все-таки немалый срок. Коммерция – это такая сфера, в которой скучно не может быть, и вы это прекрасно знаете, Наталья. Я люблю Ашан, я люблю наш бренд, атмосферу, в которой мы работаем и отдыхаем. Компания дала мне возможность получить этот бесценный опыт, вот который я рассказал, да, паркур для моего развития, это невозможно оценить, да, то есть вот в чем-то, то есть это опыт, который сопровождает теперь меня всю жизнь, я продолжаю учиться и развиваться в нашей компании, поэтому нет, не скучно. Где черпаете идеи еще для развития магазина? Есть ли вообще предел совершенства? Предела совершенства, конечно же, нет, источников для идей масса на самом деле, и прежде всего для меня это моя команда, мы очень часто дискутируем, иногда рьяно спорим, проводим мозговые штурмы, да, и вот выезжаем на тимбилдинги, да, то есть и в таких вот мероприятиях рождаются иногда гениальные идеи, мы высказываем иногда абсурдные идеи, но потом в процессе, когда мы их обсуждаем, рождаются как раз довольно-таки перспективные бизнес-идеи, и которые потом приносят результат. Также источником являются мои коллеги-директора других магазинов, мы часто посещаем друг друга. Несмотря на то, что у нас, мы работаем над тем, чтобы бренд Ашан был везде узнаваем одинаков, да, у нас в каждом магазине есть хорошие практики, директора экспериментируют, да, со своими командами, и мы ими делимся. У нас много источников, чата различные, да, сообщества, в которых мы видим, что еще можно сделать, иногда копируем, мы не стесняемся копировать, потому что это очень просто, да, когда, ну, уже кто-то сделал, это принесло результат, зачем изобретать велосипед. Мы, в свою очередь, тоже делимся, конечно же, своими идеями, ну, и огромный, огромный источник, на самом деле, идет от наших руководителей, которые также дают нам стимул, они делятся фотографиями, да, хороших реализованных практик, показывают нам моменты, которые не работают, да, и мы от них уходим. Это происходит ежедневно, ежедневно мы видим в разных источниках, и, ну, вот эти идеи рождаются, поэтому здесь нет предела совершенства однозначно. Ну, и в завершении, как правило, я такой простой, но все-таки и сложный для кого-то вопрос. Планы и фокусы на ближайшее время у вас, вашей команды чуть-чуть поделитесь. Для нас сейчас самый важный приоритет – это наша коммерческая операция. Сейчас мы уже выставили одну из крупнейших операций сезонных акций – это «Снова в школу». Она длительная, да, в ней много артикулов участвует, она сложная в подготовке, и она, соответственно, привлекает любые категории покупателей, да, потому что есть детские сады, школы, институты, университеты, поэтому это актуально для всех. Сейчас стоит операция консервирования, потому что сейчас сезон как раз, да, сборки урожая и заготовок на зиму. Когда пройдут эти операции, мы уже начинаем готовиться к новогодним акциям. Уже в сентябре мы готовимся к самым главным заключительным акциям года. Да, это декорации дома новогодние, елки, новогодние украшения, атмосфера. Это шоколад, конечно же, да, новогодние, подарки. И вот это наши самые главные приоритеты. Ну и весь год мы работаем над приоритетами, которые стоят перед нашей компанией в целом. Это развитие собственных торговых марок, это локальные товары, и это, конечно же, развитие программы лояльности и промо-акции. Знаете, понятно, что это классический операционный путь каждого директора, который должен именно тактическую работу выполнять на конкретных магазинах. А стратегии, конечно же, зачастую думают, да, в офисе. Олег, большое спасибо. Вы чуть-чуть погрузились в вашу работу. Каждый день есть, я честно не понимаю, как из года в год, изо дня в день делать столько мелких деталей. Но именно таким образом создаются магазины, именно таким образом и работают торговые сети. И, конечно же, правила, которые создаются для всей сети, мы должны поддерживать. И ключевой момент, конечно же, вот этой роли здесь директора, соблюдать весь такой баланс, позволяющий тактические и стратегические решения исполнять ежедневно. Олег, еще раз спасибо. Сегодня максимально погрузились в то, как работает Ашан Нижин в Новгороде. Коллеги, экспедиция ритейл продолжает работу, и таким образом мы потихонечку погружаемся в работу разных магазинов, разных городов, разных форматов, ну и разных, и региональных, и федеральных проектов. Рассказывайте о том, где еще должна побывать. До встречи на сайте ритейл.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова